Всех рада приветствовать на своем канале. Я рада, что вы снова со мной. Сегодня будем смотреть, какой судьбоносный поворот вас ожидает. Как повернется ваша ситуация? Что в итоге получите вы? С чем останутся остальные участники? Давайте смотреть. Давайте смотреть. У вас в жизни пустота сейчас. Валет пиковый – это пустота, это ваши пустые хлопоты, пустые надежды, стремление что-либо изменить. В отношении мужчины. Король треф. И, конечно, переживаете очень сильно. Девятка пик – серьезные переживания. Такая достаточно черная карта. Давайте посмотрим, как все изменится в итоге. Вы получаете какую-то информацию. Тройка треф. Это внедрение в вашу историю некоего третьего фактора. Этот фактор станет ключом. То есть вы получите какой-то ключ, какие-то факты, что-то узнаете. Придут новости, какая-то информация недостающая, да, и как будто вот пазл, да, в вашей голове складывается. То есть она читает, видите, книгу. Книга открыта. Это информация. Карта информативная. Она говорит о том, что ситуация прояснится через получение вами какой-то информации. То есть здесь вы можете сейчас не до конца владеть информацией, не совсем понимаете, что происходит. Или же вы считаете, что, ну, как-то вот ситуация в одном русле развивается, на самом деле она в другое идет, да. Здесь также такой момент может проходить, что вы видите ситуацию на поверхности, а есть что-то, что скрыто. Давайте посмотрим, скрытые моменты есть в вашей истории. Конечно. Восьмерка пик. Ну, карта не очень хорошая, да, я ее не люблю, потому что она полна каких-то загадок, тайн, неясностей. Эта карта проблемная, да, она говорит о том, что суть проблемы действительно где-то лежит более глубоко, чем кажется. Да, есть скрытые какие-то моменты. Как правило, здесь люди играют в свои игры, да, как в книге Эрика Берна, которая когда-то была популярна, люди, которые играют в игры. Вот здесь этот же момент, да, здесь какая-то игра идет. Проблемы во взаимоотношениях, третьи лица. Неважно, да, какая ситуация вами загадана, здесь вмешательство неких третьих лиц, и все почему-то переживают. Для всех ваша история стала какой-то проблемой, я не знаю. Вот здесь очень много людей замешано. То есть, видите как, у вас как бы своя проблема, у людей своя, и вот идет вот такая вот непонятная история, да, здесь конца как будто бы не видно. И вам кажется, что конца не будет, и противоположной вашей стороне кажется, что конца не будет. Здесь тяжело всем, да, тяжело в данной ситуации всем. Но здесь такой момент, я скажу, кто-то получил от этого материальные ценности, материальное поощрение, то есть кто-то финансово здесь выиграл, знаете, как будто бы урвали кусочек пожирнее, но хоть деньгами компенсировать, да. А кто-то остался ни с чем. Тут уже смотрите, да, то ли это с вашей стороны было, да, что вы как-то денежно выиграли и себе сделали финансовую стабильность хотя бы так, да, либо же ваша конкурентная сторона что-то себе все-таки урвала, да. И на данный момент вот ситуация такая, что кто-то страдает в пустоте, да, кто-то все-таки что-то пытается там еще даже урвать, потому что эта карта такая, ну знаете, когда человеку мало, вот есть, но надо еще, да. Давайте посмотрим будущее, будущее. В будущем вам выпадает какой-то король бобин. Давайте посмотрим, кто этот человек. Это новый человек или все-таки этот мужчина, из-за которого здесь проблема? Ну, вы знаете, это новый человек, потому что Паш, Паш, господи, Паш, ну, Валет, ну, Паш, в общем-то, да, здесь в игральных картах Валет, второй Паш. Это новый человек, возможно, очень возможно, что здесь у вас появляется новый мужчина, видите, ваша ситуация, она еще больше усложнится. То есть вот здесь конца конкретного я сейчас не вижу. Здесь появление еще одного лица на этой сцене, и ваш спектакль станет еще интереснее. Ну уж извините за такую, может быть, за такую иронию, но я же просто хочу вам помочь, да. Ну, бывает и так, бывает и так. Что принесет вам этот человек, новый человек? Он принесет вам какое-то продвижение, статус, да. Да, матрев это часто статусная женщина. Если вы хотите семью, именно там стать супругой, женой, вы это получите. Вот с этим человеком это получите. Ему нужна женщина, именно жена, супруга. То есть он хочет стабильных, таких нормальных отношений. Если вам не загадана ситуация, связанная с работой, карьерой, вы получите статус, должность. Это женщина, скажем так, которая занимается общественной работой, которая руководит, которая ведет людей, коллектив, да, которая руководит какой-то работой. Это ответственность определенная, да, взятая на себя. То есть карта такая достаточно серьезная. Карта ответственности. Ответственность бывает и в семье, да, у супруги, у женщины. Достаточно серьезная ответственность быть супругой, да, вести домашнее хозяйство, сохранять брак, потому что это сложная работа тоже. Отношения это, безусловно, работа еще та. Ну и если даже карьерный рост будет, а он у вас будет, если здесь вас интересует именно ситуация, связанная с работой, то тоже взятие на себя определенных обязанностей и подумайте, нужно ли это вам, да. Здесь как совет идет. Карты данные, а нужно ли это вам, да, потому что это ответственно, это хлопотно. Здесь нужно проявлять опыт, знание, показывать себя каждый день. Готовы ли вы к этому, да, подумайте. Какое будущее вас ждет еще, смотрим. Ну видите, конечно, это карта семьи, туз червей, это семьи, это получение желаемого, это достижение цели все-таки, да, достижение цели. Вот вы хотите карьерного роста, вы его получите. Вы хотите семью стабильного человека, вы его получаете. То есть здесь путь открыт, да. Карты говорят о том, что преград на данный момент времени у вас нет. Единственное, что вы можете сами себе внутренние барьеры какие-то создавать. Давайте посмотрим, какие у нас внутренние барьеры есть. Но вы человек такой практичный. Вам же для брака абы кто не нужен, да. Работы вы тоже абы какой не хотите. Если вы хотите человека рядом, то это должен быть человек ответственный. Вы хотите отношений больше по расчету, я так скажу, потому что здесь бумаги. И сама масть бугновая это все-таки, это деньги, это ответственность, это стабильность, это расчет. Ну такой здоровый, хороший расчет. То есть вам нужны отношения, где вы будете такими союзниками, да, с мужем, например. Если работа вам не загадана, то опять-таки вы человек ответственный. И вам нужна такая работа, которая приносит вам деньги, да, принесет вам деньги, принесет возможности общения с людьми, да, какие-то связи. Это для вас важно. Вот вас это ждет, вас это ждет. Ну человек, который идет целенаправленно, да, к своей цели, он же всегда приходит к ней. Ну конечно у вас есть внутренние барьеры, да. Мы сейчас смотрим внутренние барьеры ваши, что вам мешает сегодня стать счастливее и достичь того, чего вы хотите. Семерка пик. Карта явно говорит о внутреннем неблагополучии, психологическом. Это, возможно, скажем так, моменты прошлого, да, осколки прошлого. Ну у каждого есть прошлое. И все мы проходили через какие-то болезненные моменты. Здесь тоже человек прошел какие-то моменты, возможно, личного характера, да. Не удалось что-то построить, отношения там в работе, может быть, в карьере какие-то неудачи были. Потерпели неудачу и, конечно, переживали, разочарование было глубокое. И сейчас побаивайтесь, да, осторожничайте, потому что не хочется опять все это пережить. Ну совет вам, совет в этой ситуации. Совет. А будьте, знаете, как... Скрывайте, да. Будьте в тени. Не слишком афишируйте свои успехи, свои цели, свои задачи, да. Не проговаривайте их в тех кругах, где может быть зависть какая-то. Дама пик — это зависть, женская какая-то зависть. Если это женский коллектив, ну, есть кто-то, один человек, женщина, либо много, да. То есть здесь может карта показывать как одного человека, так и целый коллектив людей, которые, ну, не очень одобрительно относятся к вашим устремлениям, скажем так. Которые могут не принимать вашу позицию, в чем-то вас не понимать. И поэтому здесь может быть какая-то тайная зависть, скрытые манипуляции против вас. То есть здесь момент какой-то скрытой лжи, он присутствует все-таки. Поэтому сохраняйте, если вы на работе, да, с людьми, субординацию. Не подпускать близко к себе. Не нужно распространяться о своих каких-то планах. Вот хотя у вас есть опыт, у вас есть знания, у вас есть какие-то знакомства, возможно. Ну, кто-то вам может помешать, кого-то раздражает, гневит ваша активная позиция. А вы человек активный, да. Вы хотите в этой жизни, ну, если не всё, то что-то иметь, да. Вы человек всё-таки амбициозный, я так скажу, да. Это правильно, да. Жить, конечно, нужно так, чтобы, ну, иметь материальные какие-то блага. И вы к этому стремитесь. Вы стремитесь к построению семьи, да, нормальных отношений. Здесь опять-таки то же самое. Карта советует помалкивайте, да, если вы там хотите с кем-то познакомиться. Или там познакомились, у вас мужчина-то падает, да, знакомство произойдёт. Не распространяйтесь хотя бы первое время об этом. Ну, потому что, знаете, отношения на стадии знакомства, на стадии конфетно-букетного периода, да, они, как правило, такие ещё слабенькие, да, они легко поддаются разрушению. Вот банальная зависть может вам испортить все ваши планы, скажем так. Так что вот такой совет есть, да. Не забывайте, что есть завистники, есть люди, скажем так, менее везучие, чем вы. И поэтому чёрная зависть может присутствовать. Давайте ещё советы какие. Потому что перспективы я у вас вижу хорошие. Дорожки ваши открыты. Ваши старания, ваши знания, ваш опыт, ваша мудрость, ваша интуиция приведёт вас к успеху однозначно. Но есть моменты, которыми не стоит, скажем так, пренебрегать. Вот ещё одна карта выходит, не очень благоприятная. Четвёрка Пик. Но она здесь может говорить как о проблемах со здоровьем, да, смотрите, не переутомляйтесь. Если вы много работаете, обратите внимание на своё здоровье, да, чередуйте работу и отдых. То есть должен быть какой-то у вас режим, какая-то самоорганизация, чтобы у вас оставалось время на себя любимое, привести себя в порядок, отдохнуть, пообщаться там с домочадцами, выйти куда-то на природу, да. Вот карта такая предупреждающая. Но и в целом карта негативная. Она может предупреждать также о том, что вас могут вогнать в какую-то зависимость. То есть карта, знаете, вот означает какую-то тюрьму, рамки. То есть, смотрите, некая зависть, негатив со стороны может вас вот вогнать в какие-то рамки, из которых вам потом трудно будет выбираться. Вы-то человек внутренне свободный, вы идёте так, как считаете нужным, да, по дороге своей жизни. Но не всем это нравится. Поверьте, человек, который внутренне свободен, он счастлив. Он производит со стороны впечатление очень счастливого и успешного человека. Хотя пахать ему приходится очень и очень много, но замечается не это. Замечается удача и успех, к которому этот человек приходит. Поэтому зависть, поверьте, разрушила не одни отношения и не, скажем так, партнёрские, личностные, неважно. Ни одну карьеру разрушила, ни один бизнес. Чёрная энергетика, вот видите, она всё равно рядом с вами находится. Рядом с вами находится. Поэтому обязательно здесь чистки проводить, да, кто как. Кто-то чистки, кто-то в церковь. То есть здесь нужно устранять негатив, вовремя чиститься. И, конечно, вести себя оно как-то так, чтобы не вызывать лишний раз негатива и зависти к себе. Ещё какой совет даёт карта? Ну, видите, у вас дорожки открыты. Десятка червей. Открыта дорога к браку, к семейным отношениям. Если вы не хотите семью, там, ну, официального брака, я имею в виду, да, здесь просто совместный быт, да, совместное проживание. Ну, гражданский брак, да, это сегодня называется. Не все хотят сегодня официального брака, не всем это выгодно. Вот. Но человек с вами рядом будет. Однозначно. Если партнёрские отношения, смотрите, да, на партнёрские отношения в бизнесе, карьере, работе, однозначно тесный партнёрский союз, да, где вы будете взаимодействовать с человеком, где будете вместе слаженно работать на результат, и вы придёте к этому результату. Десятка червей – это карта успеха, конечно же. Это карта успеха. Успех, конечно, видите, результат у вас потрясающий, но не зря вам завидуют, не зря здесь, видите, вот эта чернота вот вылезла, потому что вы-то можете достичь блестящего результата. То субобина – это заработки, это деньги, да, если вы идёте к результату, к каким-то деньгам, к заработку, к процветанию в финансовом плане, вы к этому имеете прийти все шансы. Вот все шансы имеете к этому прийти. Но негатив ходит рядом. Рядом с любым бизнесом, да, ходит негатив. Рядом с любыми счастливыми, успешными отношениями, пусть они основаны не на любви, а на расчёте, но это успешный, да, проект. Отношения личные, да, семейные – это тоже проект какой-то, ну, своеобразный проект, если они построены с умом, да. То есть здесь зависть какая-то присутствует рядышком с вами, но я повторю, что результат может превзойти ваши ожидания. Нейтрализуйте вот этот негатив, защищайте себя, очищайте вовремя пространство вокруг себя. Если есть люди, которые вам не угодны, вы понимаете, что они вас оттягивают назад, что они откачивают у вас энергию, да, ну, сокращайте с ними общение, да. Да, невозможно, конечно, выбросить их из жизни, но сократить с ними общение, играть роль с ними, да. Вот будьте актрисой, актёром, да, в зависимости от того, кто смотрит расклад. Играйте роль, не показывайте свою суть, да, не открывайте свои планы, свои задумки, всё, к чему вы стремитесь, не открывайте свои инструменты, да, с помощью чего вы собираетесь достигать этих целей. И всё у вас будет в порядке. Всё у вас будет в порядке. То здесь, смотрите, новый человек идёт. Вот со старым как-то карты не показали отношений. Вот здесь новый мужчина идёт. Ну, а что тут, товарищи, за которые вы переживаете сейчас? Ну, он появится в вашей жизни, вы знаете. Появится. Ну, вот они вдвоём идут, беседуют, мило. Знаете, вы будете относиться друг к другу как какие-то партнёры. У вас что-то связывает, работа или что? Или просто вот как-то, ну, знаете, в хороших отношениях останетесь с этим человеком. Я не могу сказать, что друзьями всё-таки эта карта, ну, знаете, такая, которая показывает между людьми, ну, дистанцию определённую. То есть это не друзья, но это люди, которые достаточно хорошо друг к другу относятся. Приятели, например, да. То есть вот такой момент. А с этим человеком у вас, конечно, будет большое будущее. Здесь очень неожиданное будет знакомство. Я вот сейчас подумала об этом мужчине, вытащила карту, и десятка пика — это карта неожиданности. То есть неожиданное знакомство, неожиданная встреча. И, как говорится, в десяточку, да, с этим человеком вы и построите взаимовыгодные отношения. Семейные, либо же по карьере, да, связанные с работой, с бизнесом. Не важно. Но здесь будут хорошие взаимоотношения, построенные, скажем так, на прекрасном, грамотном, разумном таком расчёте. На этом всё. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Жду вас в следующих раскладах. Конечно же, жду вашей обратной связи. Мне очень приятно понимать, осознавать, что я работаю не впустую. И всё-таки где-то в глубине вашей души эти расклады откликаются, да, и вы находите в них для себя какой-то мудрый совет. На этом всё. Всем пока.